Всем привет! Сегодня у нас будет немножко о покупках косметики, наконец-то, потому что вы у меня, девчонки, спрашивали. В связи с сложившейся ситуацией, что я накупила много косметики, я купила хауэрглаз для лица маленькую попробовать, потому что у меня большая уже была. Я купила Наташу Динону холодную палетку, которая мне должна подойти. Я купила свет для съемки видео, чтобы что-то про макияж вам снимать, потому что вы это попросили. Скоро я сменю камеру, она будет еще лучше. Качество видеосъемки поменяется, я смогу вам что-то снимать достойное в макро про лицо, про косметику, про какие-то средства. Но на данный момент я много из этого не могу получить, потому что у меня нет связи, как бы мне некому все это привести, что я купила косметику из России, потому что я покупала Skull Beauty. У меня накопилось много заказов, всяких гудибэк, кремов интересных, хорошего ухода и парфюмерия селективная. Но, к сожалению, я сейчас не могу этого ничего получить. Я думаю, в декабре месяце, если кто-то полетит из Новосибирска в Стамбул или куда-то в Анталию, я с удовольствием бы рада была, если бы вы со мной связались. И попросила бы вас поспособствовать мне, чтобы привезти не своим багажом, там у меня есть одна схема, короче говоря, привезти мне чемодан мой. Я это, естественно, в долгу не останусь, за это расплачусь. И просто у меня могут знакомые родственники встретить в Анталии, или бы я в Стамбуле сама. В общем, у кого будет информация к концу декабря, где-то, может, в январе вначале кто-то летит, дайте знать. Давайте начнем с ухода. Мои покупки были в турецкой Сифоре. Я купила вот такой классный набор. Это фирма Origins и это Superstars Set. То есть это самые-самые лучшие средства, их собранные в одном наборе. Я, конечно, ему уже недельки-полторы-две пользуюсь, и классные средства мне это подошло. Сразу скажу, что эти средства для жирной кожи, но при этом на зимний период они неплохо питают. Летний уход мне зимой никогда не подходит, а вот немножко пожирнее. Но если сильно что-то с маслами, мне косметика с маслами не подходит, потому что забивает поры. Мы носим маски на лице, и все, что вот по линии масок, если есть масла на лице в уходе, даже в вечернем, неважно в каком дневном, то у меня какие-то закупорения пор происходят там, и высыпания могут быть. Это моя большая проблема маски и брыфи сейчас, потому что в маске. Маску не ношу, значит, я никуда не хожу, тогда у меня и проблем с кожей нет. В общем, это сет для проблемной кожи, либо для жирной кожи, потому что увлажнения для сухой здесь будет недостаточно. Но комбинированное и жирное вам это просто очень хорошо может подойти. На возраст, я бы сказала, средний, где-то от 25 до 35, когда вам нужно хорошо увлажняться, либо антиэйджинг после 35, это слабенькие средства будут. Но это самые такие их бестселлеры. Мне очень понравилась вот эта черная маска. Она вообще, в принципе, особенно для жирной кожи очень хороша, она всем подходит. Здесь Clear Improvement Active Mask. Короче говоря, это очищающая... Обычная глиняная маска, скажем так. Но она реально, честно скажу, я не преувеличиваю, я всегда говорю только правду и честно, она действительно очищает. Раз в неделю ее можно пользоваться, она очень сильная. И у меня реально ощущение черных точек, они стали... Ну, они, конечно, есть, никуда не делись, но вот эти загрязнения, смазка очень хорошо сошли, когда я их смывала. Она реально, если регулярно пользоваться, может хорошо поддерживать чистоту вашего лица. Далее, умывалка. Кстати, вот это средство, которое мне очень понравилось, и я думаю, его приобрести в полном формате... Так засвечено будет, да? В полном формате потом. Это Cheeks and Balance Face Wash. Очень надо мало, как и любых люксовых умывалках кремовых, плотных. Буквально горошина, и она очень хорошо пенится. Очень удобно с кларисоником пользоваться, с какими-то щетками. Пен их достаточно хватает, густая пена. И она приятно пахнет, знаете, есть такая жвачка, орбит, сладкая мята. Вот прям такой же запах. Очень-очень приятная, мне очень понравилась. Я ее приобрету в полном размере. Давайте тогда уже сразу по очищению всем этим моментом. Вот такой тоник. Ну, вообще, это не тоник, это как бы treatment lotion. Но обычная вода, водичка. Неудобно здесь, как открываешь крышечку, большая тут дырка без дозатора. Это их огромный минус. Потому что я, видите, использую из Miniso тоненькие японские салфетки. Они не прям такие коттон-коттон хлопковые, а прям полупрозрачные, знаете, как марлечка. И они очень хорошо не впитывают в себя средства. Но по лесу что-то разнести тоник, lotion какой-нибудь, оно достаточно. Так вот это средство я наклонила, у меня, короче, половина банки вылилась сразу в первый раз. Неплохой тоник, на лице не скрипит, не прилипает, нормальные ощущения оставляют. Если хочется что-то новое интересное попробовать, никаких нарисаний, нормальное средство. Но если оно дорогое, я не знаю просто вот цены, но оно того не стоит, потому что это обычное средство. Ничего суперфантастики не делала. А вот умывалка, например, она очень крутая, прям достойная нам на уровне многих. Это серум, сыворотка. Но это антиэйджинг пауэр серум, такого зелененького цвета, тоже нейтральный запах какой-то растений. Ничего особенного не увлажняет, ни о чем, честно. Смажу, на себя ее использую. Второй раз я купить в полном размере не захочу. На мой взгляд, она ничего вообще не делает, честно говоря. У меня никакое средство. И два крема осталось. Давайте их сразу достанем. Два крема, ночной и дневной. Честно говоря, я покупала из-за ночного крема, чтобы его попробовать, потому что он с кислотами и oil-free. Меня подкупило слово oil-free без масел. Вот ночной и дневной формат. Ночной крем, он крем с фруктовыми аха-кислотами. Я хотела, не знаю, как правильно это сказать. Аха-кислотами. Он очень плотный, питательный и пахнет приятно. Цитрусовый аромат. А я вообще люблю цитрусы, всякие такие элементы. Апельсина, мандарины, лаймов, косметики в парфюмерии. Очень приятный, плотный, хорошая консистенция. Ну, скажу, для сухой кожи этого мало, а для жирной на ночь самый раз. То есть ты утром не проснешься, весь с прыщами облепленный. И второй, это oil-free тоже, energy boosting гель увлажнитель, мастеризер. Это дневной крем, легкий, как там в принципе и написано. Он тоже, здесь уже меньше аромата, цитруса какой-то кремовый. Очень приятные ароматы, люксовые. Короче, очень круто и довольна, что открыла для себя вот эту косметику фирмы. Я гелевый такой крем, но он не прям гелем, а кремиком белым. Он прям легкий, прозрачный, неотяжеляющий. Супер тоже классный. Одно скажу, что и дневной, и ночной крем, если нанести много, то они скатываются на лице. Например, я очень бахнула так по-жирному, хорошо. Дневного крема у меня скаталась тональная стова по ней, мне пришлось все это смывать. В общем, на кончиках подушечков пальцев наносить, и все нормально. В общем, скажу, что мне очень понравилась эта косметика, я обязательно приобрету умывалку, и, может быть, повторю эти кремы, если у меня не будет какой-то выбора огромного здесь в Турции по кремам приобрести. И вот я к ним всегда вернусь. Мне очень Origins, мне понравились. Следующее средство. Вот такой крем. Это Dr. Jart BB крем. Я его когда-то, может быть, вам показывала, мне попадалась миниатюра в золотом яблоке, причем такая, я им 30, ой, вру, 30, 10, там, 5 мл. Я какое-то время пользовалась, я думаю, многие о нем знают, он довольно-таки популярный с BB кремов. Я еще на время купила этот. Здесь классная помпа есть, очень удобная упаковка. Оттенок одно, это минус. Он, к сожалению, только в одном оттенке, вот в таком темном. Я об этом знала, и мне пробник попадался, тоже темный. Говорят, что типа ты вот так, ну смотрите, какая разница, нереально темная. И типа со временем он адаптируется. Но я как блондинка, для брюне так может быть. Сейчас вот подождем, как оно адаптируется, посмотрите. Но я вот эту рыжину и на лице своем вижу весь день, короче. Оно лично для меня не адаптируется хорошо, вот то, что я вам скажу. Почему я его купила? Потому что я знала, что буду пользоваться с ним саджастером, отбеливателем, да, каким-то. Оттенок для меня не проблема, он у меня уже был. Очень крутой состав. Здесь SPF 45, 40 мл его. И SPF для Турции, и в летнее время, и зимой просто суперский, короче. Офигенный состав по компонентам, увлажнение, питание. Очень крутой состав у него, вот что я хочу сказать. Реально питающее, увлажняющее и еще и очень хорошее покрытие у него. И что мне нравится, он исчезает через какое-то время с кожи незаметно. Незаметно, не мажет особо нигде ничего, но для жирной кожи он вообще не подходит, по сути, его надо обязательно припудривать. Но у меня жирная кожа, склонная к жирности. Но для сухой кожи или для брюнеток, у кого он такой более темный подтон, вам это просто супер следствие может стать вашим любимчиком. Вот видите, что здесь, что-то адаптировалось? И здесь черноту вот эту. Вот для сравнения, да. Ну что это за адаптация? Ну смешно. Это джастеры, и один из них новый я купила, миксер, фундейшн миксер Lightning отбеливающий. Я хочу отметить, что это в Росмане я покупала, в России тоже эта марка есть. Очень классное качество, как у люкса, это стекло, матовое, пифетка, все зашибись. Крутое средство, ну стандартное, оно немножко с розовинкой идет. Мне это тоже нравится, не люблю желтый оттенок, у меня он не подходит подтон. Вот сейчас попробуем смешать. Сейчас адаптируем, отбелим. Да, вот видно. Видите, вот тут полоса белая, вот тут уже более коричневая. С ним прекрасно все вместе работает, мне очень нравится. Короче, средством пользуюсь. Минус, конечно, этот оттенок темный. У него есть второй оттенок светлее где-то в Америке и в Корее самой, но в Европе вроде как не производят. Ну, короче, что есть, и мы рады. Качество классное, SPF у него высокий, хороший, я довольна. Еще несколько маленьких покупочек. Я купила консилер Huda, это все сифора турецкая. В 04N оттенки меренга у меня уже есть один, заканчивается, маршмеллоу в первом оттенке. Его не покупайте, потому что он для альбиносов. Реально, в прямом смысле, просто белый. Я думала, когда покупала, когда они только вышли, свочи, ничего не было, там только запуск был этих консилеров. И, короче говоря, я думала, ну окей, беленький, обычно все же темное, коричневое, я себе беленький купила. Я его только смешивала, тоже затемняла каким-то образом. Но качество мне нравится. Это очень плотный консилер. Оттенок 04, он даже желтоватый, на лето будет нормально, зимой может немножко, ну, ненормальный зимой. На лето может диктатка, это тонна кожи, я про блондинок, да, в основном все. Там есть еще и холодный, такой желтоватый, ну, его особо даже тут не видно. Он очень плотный, он очень быстро застывает. Очень хорошо им формировать бровь, например, если вы этим занимаетесь. И если вы его оставите, он прям быстро присохнет, то есть надо быстро-быстро растягивать, работать. Перекрытие просто офигенное. Но я не советую его наносить вот где-то поры, что-то тут замазывать. Надо поры сначала заплёрить, потому что если он их подчеркнет, будет видно дырки вот эти в порах, да, если куда-то попадет. Но изъяны кожи, у кого проблемная кожа или какие-то косяки, там прям плотно надо под ложка под тени, очень клевое средство. Я вам прям советую. И два карандашика у меня новых. Первый это Sephora Glide Liner Waterproof в коричневом оттенке. Он, посоветую, чем? Он очень мягкий, хорошо рисует. Смотрите. Плотный и прям одно прикосновение, и какие чёткие жирные линии получаются. Как для... Я вообще бы посоветовала присмотреться. Это классный аналог карандашу от Марка Джейкобса. Это реально гелевый такой. Он потом засыхает, сегодня у меня макияж, и вот эта подложка глаз, она им выполнена коричневой. Но если накладывать какие-то с краснинкой, немножко, знаете, такие бургундия цвет получается с красна, если коричневые тени на него накладывать, он оттенок такой красноту выводит из теней коричневых. Если там вот этого кирпича красного побольше. И вот такой карандаш для бровей в номере 401 Beige. Это Floormar. Карандаш строгающийся. Я его купила. Я не люблю такие средства. Я его купила чисто попробовать, потому что очень хорошие отзывы в интернете на него были. Я подумала, блин, я живу в Турции, где фирма Floormar производится. Нужно же купить, как бы поддержать от ящичного производителя. Вот он у меня сегодня на бровях. И, по сути, не только он, а еще и средства там от Givenchy 01 холодный оттенок помадки. Она даже лучше, чем карандаш. Мне он не понравился чем? Что строгать надо, я люблю автоматические средства. Он очень быстро смазывается, он мягкий. Это плюс, что он мягкий. Но, с другой стороны, он не так много передает цвета, он ненасыщенный. Да, мягкий легко рисует, но, блин, надо прям наслаивать побольше. Рыжина в нем есть. Короче, я, как говорят, это идеальный карандаш для блондинок. Короче, нет. У них еще есть выкручивающийся автоматический карандаш для бровей. Там тоже есть цвет блонд. В следующий раз я его куплю и попробую. Но просто за 50 лир это 500 рублей Floormar покупать. Я как бы задумалась, знаете почему? Потому что можно добавить денег, купить в маке карандаш для бровей, который вас никогда подводить не будет. Там хорошая качество. Что у вас новенького, интересного куплено, что вам очень понравилось. Я подумаю приобрести палетку, может быть, Худэ Бьюти, которая золотая и для Культ Бьюти эксклюзивно произведена. Ну, не знаю, я что-то с золотыми блюзками особо не пользуюсь. Короче, в общем, посмотрим. У меня, кстати, еще есть там палетка, купленная от Vizi Art. Розово-фиолетовых таких холодных оттенков тоже можно потестировать, когда я ее получу. В общем, жду ваших комментариев. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень поможет моему каналу. Спасибо за внимание, девочки, что посмотрели. Скоро увидимся. Всем пока.